Добрый вечер! Мы продолжаем изучать книгу Рава Шерхиба «Одмуэд» про даты еврейского календаря. И у нас на следующей неделе будет прямо «Дарование Торы», и мы немножко прочитаем о смысле этого праздника. Итак, «Матан Бекурима», «Матан Тора». Значит, «Матан» мы переводим «Дарование Торы», то, что Творец дает Тору, израильскому народу. И еще есть такое понятие, как «Матан Бекурим». «Бекурим» – это первые плоды. Праздник Шивот не отмечен ни в каком месте в Торе, как день, в который была дана Тора. На нем говорится, как о дне первых плодов. Понятно, да, все мы знаем, что Шивот – это праздник «Дарование Торы», но в самой Торе о нем описывается, как о дне принесения первых плодов. На это указывает и то, что… Но это и указывает на то, что в нем была дана Тора, поскольку понятие первых плодов предполагает способность человека отдать наилучшее другому. Человек трудился в поле, и первый плод труда его рук наполняет его радостью. Его естественное стремление взять себе первинки, самую отборную продукцию, остатки отдать другим. Ну, я тут перевел архаичным словом «первинки», имея в виду первые плоды. На иврите это очень интересно. Есть слово «решит» от слова «рош». Рош – это голова или же «главный», как и в русском. Голова и «главный» – это одно слово. И есть слово «шеэрит» – это остатки, то есть противоположные ему по смыслу слова. И они, что интересно, состоят из одних и тех же бог в другом порядке. Вот это вот шар – это остаток, а это рожь – это голова. И вот здесь и в других местах тоже это в том числе обыгрывается. Первинки и остатки. Итак, человек хочет взять в себе самые лучшие, да, остатки отдать другим. Однако, благодаря отдаванию первых плодов, человек приходит к пониманию, что другой, в данном случае это Всевышний и Коин, принимающий их. То есть в этот праздник первые плоды, плоды урожая приносят в храм, да, Коину. И Коин их получает, принимает. То есть другой, тот, кому он приносит эти плоды, более важен, чем он сам. Он видит себя вторым, а не первым. То есть такая мысль, да. Смысл праздника отдать лучше другому, да, осознать важность другого. Также и Всевышний, дающий Тору, отдает первый свой плод другому. Как сказано, Тора предшествовала миру. То есть Тора – это первый плод, получается, мир, получается, это уже был сотворен при помощи Торы впоследствии. Дарование Тора – это также принесение первых плодов Творца творения. Всевышний как бы придает творению большую важность, чем себе, говоря, что только тот, кто способен отдать первые плоды, подобные Всевышнему, может получить Тору. То есть тот день, который знаменовал получение Тора в Израиле, когда был храм, то есть то, что они в этот день делали, это они приносили вот эту самую-самую отборную продукцию. И Рафшерки здесь, как я понимаю, хочет сказать, что таким же образом человек, который приносит плоды, он должен понять ценность Торы, который точно так же Всевышний ее дал творению, как самый драгоценный, самый лучший свой плод. Тора дает этому празднику название «Праздник первых плодов». И этим раскрывает нам, что это день дарования Тора. Последний Мишна в трактате «Бекурим» обсуждает вопрос, что делает Коэн с первыми плодами, которые он получил. И говорит, что Коэн может продать эти первые плоды, чтобы приобрести свиток Тора. Мы видим, что таким образом дается намек на отношение свитка Тора и первых плодов. Вот такой первый раздел. Может быть, есть какие-то вопросы или дополнения? Все молчат, наверное, все понятно. Может быть, что-нибудь хочется подумать. Это непростая такая связь. Не очевидная, я бы сказала. Вообще общая идея того, что первенке всего надо отдавать. То есть самое лучшее надо отдавать. Если ты умеешь отдавать, то ты удостоишься получить чего-то хорошее. То есть Тора смогли получить те, кто умеет отдавать. Или как-то так. Я так понимаю. Это вы совершенно правы, конечно. Но кроме этого, не просто отдавать. Есть разные виды отдавания. Есть отдавание десятины, это совершенно другая идея. Отделить определенную часть. Никто не говорит лучшее. И вообще не очень понятно, почему первое должно быть обязательно лучшее. Это совершенно не очевидно иногда. Просто они первые созрели. Ну, это может быть желанное. Я ждал, человек ждал чего-то. У него там урожение было. Я кушать хотела в конце концов. Я вот собралась уже покушать, а мне говорят, нет, это не твое. Сначала поделись, а потом уже возьмешь себе. Да-да-да. Тут важно даже не то, что оно лучшее, а долгожданное. Оно начальное. Вот начальное у него есть особый смысл. Оно отдает. И реконит. Это не даже самый лучший город в Израиле, но он первым был захватен. И не обязательно первый ребенок, когда самый удачный. Но если он что-то решит, он, да, как это называется, начало моей, как это сказать правильно по-русски, да, плодовитости, да, или моего. Узнародность, я думаю. Ну, не важно. Ну, начаток силы, да, но это опять же все. Да-да-да. Начаток силы, что-то такое. То есть это не просто так. Вот первый ребенок, в нем есть все-таки что-то необыкновенное. Ну, другое, отличное от всех остальных. Все остальные, это просто еще дети, да. А первый, он первый. И это так со многими вещами, ну, в частности, с Бекурием. То, что ты... И на самом деле эта идея, мне кажется, она не только в таре, она вообще в человеческой культуре, в других местах тоже возникает, во всяких сказках там и так далее. Первое, что там... У первого ребенка требуют всякие хорошие люди. Да? Иногда. Или первые. Ну, там, выдам дочку замуж за того, кто первый там войдет, там, не знаю, в ворота города, там, или... Ну, да-да-да. Спрошу совет у первого человека, который вот первым там войдет в ворота. Ну, вот что-то такая идея, она как бы есть. В первом есть какое-то особое значение. То, что я вчера говорила, это не связано с этой статьей. Мы вчера разбирали недельный раздел. Не вчера, в ее машине, да? Слыши. Слыши. Да. О том, что... Это... Да, вот... То, что все первое мы принадлежим, это как бы показывает, что все принадлежит ему. И это параллельная идея, мне кажется, тому, что раб здесь говорит. Это общий принцип того, что я обязан в мире делиться. Ну, то есть, она связана, я думаю. Все в мире принадлежит не мне, все в мире принадлежит Всевышнему. И отдавая первое... В данном случае я курина отдаю как бы представителю Бога. Но у этого как бы тоже есть разные аспекты в разных книгах, например. В каких-то местах обязан делиться с Кхеном, представлен так, что у него же нет своего на тело, он служит Всевышнему, ты обязан с ним делиться просто потому, что ему больше неоткуда взять. У него нет своих деревьев и так далее. То есть, это общая идея какая-то... именно в том, что отдают первое, что у меня появляется. В ней как бы заключается главная идея, то, что это не мое, то, что я готов отдать. То, что мне самому вроде бы дорого, но я понимаю необходимость от этого отдавания или даже заслугу, которую я таким образом не дана отдавать. И это, в общем, связано с дарованием Тары тоже. Потому что, с одной стороны, как бы необходимо народу, Бог был вынужден дать народу Израиля Тару, иначе невозможно бы реализовать его планы в этом мире. А с другой стороны, как бы это его сокровище, начало всего. Что можно сказать? Мне кажется, что вот здесь как раз есть некоторое противоречие. Если человек отдает первенки именно с мыслью, что это не мое, не просто для того, чтобы кому-то показать почтение, уважение, так сказать, а именно с мыслью, что это не мое, это все равно мне дано, то как раз Всевышний-то это его. Все его. Но это, в общем, тем не менее, мне кажется, похуже идеи, потому что скажем, создание мира это факт, это акт милосердие, то есть дать миру место. И дарование тары в той же степени это как бы от милосердия, то есть дать этот закон это учение народу, в этом есть тоже некоторое ущемление себя. То есть есть некоторая общая идея тары, гендиозная, тара предшествует миру, по ней весь мир построен. И ты вот берешь вот это вот самое сокровенное, что в мире в этом твоем созданном есть, которое находится вообще-то даже где-то вне мира, еще до него, и отдаешь его, жертвуешь ее народу, чтобы он ее дальше пытался реализовать. Гендиозное проявление партнерства. Ну, не знаю, это не просто, не должно все сходиться, сто процентов. Можно я расскажу? А, да-да-да. Можно сказать свои пять копеек. По-моему, когда ты кому-то даешь, это огромное счастье, когда во-первых, ты выступаешь в роли учителя, во-вторых, я беру, тебе сразу огромный подарок сверху даю. Что-то у вас шуршит, Елена. Что? Плохо вас слышно, что-то шуршит. Шуршит у вас что-то? Плохо слышно. Не знаю, такая связь у меня. Но я говорю, что давать это огромная радость, когда вперед. Да-да-да, да-да, да-да, это, конечно, это часть вот этого осознания того, что смысл давания, как давание лучшего первого, но так и дарования второго, что это я не хотела сказать, что это для Всевышнего мучительный наоборот, это тоже для него желанный очень акт дарования народу. Ну, вот это вот общее осознание того, что давание это позитивно, оно вообще не очень просто, тем более того, что для тебя очень здорово. То есть почувствовать себя дающим и в этом приблизиться к Всевышнему подобию свойств. Ура! Вот мы нашли, вот мы нашли наконец эту общую линию. Да. Да. Замечательно. Все согласны. Ну, хорошо. Давай, Натан, теперь твоя очередь. Да, окей. Моя очередь? Моя. Окей. И откуда? Вот это ешь на шейла, это отсюда? Да, такой федовидальный вопрос, который вообще говоря, возникает с позиции критики религии. библейской критики называется. Просто термин. библейская критика имеется в виду? Да. Бибкор это да. Бибкор, А, не знаю, думают, что там. Бибкор это да. Ну, а может критика религии, не знаю. есть другое, как это называется? Нет, а как там термин был, я забыл. Бибкор из микрады. Микрад, да, это, я думаю, имеет в виду все-таки критика религии. Да, я наношу. Да, наверное, это более общая. Критика религии предполагает, что признание существования Всевышнего и в его проявлении возникает в душе человеке некоторым естественным образом. Почему? Потому что человек, он нуждается в Боге и поэтому он его как бы создает. Кроме того, ему также необходимо проявление Бога Всевышнего и поэтому он также его как бы фантазирует, придумывает его. Я бы сказал откровение. Мне кажется, все-таки здесь имеется в виду акт о крынде Бога творения. Он смеется здесь. Слушай, он как бы с юмором говорит, поэтому Итгалут это как бы не знаю, хождение по водам, еще что-то, еще такое. По-моему, он здесь как бы... но любой он не имеет в виду. Итгалут он подразумевает откровение. И откровение, о котором говорится в Танасе. Но критики религия говорят, говорят, ну конечно, люди придумали эту историю откровения, потому что душа человека ждет этого откровения. Ну вот они его придумали. Так я понял? Да, то есть они говорят, что реально существует откровение там пророков, что это? Он говорит, человек в этом за... человеку это необходимо для его существования на Земле. Это критика религия. Он их цитирует, смеяясь над ними. Да, и поэтому он их сам придумывает из своего сердца. Придумывает из сердца, и он сам придумает. Да, это его собственные придумки. Да, но приятность а сейчас серьезно отвечает. Но по-настоящему дело обстоит совершенно противоположным образом. На самом деле природное стремление, устремление человеческой души это как раз атеизм. Тем более. И поэтому из этого как бы логично выводит, что само понятие откровения удалено от души человека на расстоянии как восток отделен от запада. То есть он как бы привел их мнение и сказал, что это совершенно не так, это совершенно не природное, а у человека природное, что он наоборот будет атеистом. Мне это не очень понятно, но, наверное, будем читать дальше. Но почему? Совершенно не очевидно, что природа человека это верит в какую-то высшую силу. Просто если тебе ничего не рассказывают с детства, ни того, ни другого, ты станешь выдумывать себе Бога? Не очевидно? Да, послушай, но я не знаю, есть какие-то шаблонные вещи, говорят, по-моему, это Ницше, что сказали, что Бога не было, то его надо было бы придумать. Человек в силу своей ограниченности своего земного существования, у него настолько все неопределенное. Понятно, что он ищет какой-то опоры в чем-то, что находится вне его жалкого существования. Поэтому понятно, что он будет придумывать какие-то внешние силы, которым он будет тратить. Совершенно не очевидно, международно говоря. Это, во-первых, возможно для философов, для некоторых, которые там действительно хотят что-то такое найти вне собственного существования, может быть, у них это и случается. А простой человек ставит задачу. Простой человек идет свечку ставить Николе Угоднику. Почему? Потому что он боится. Ну, ему так сказали. Ну, потому что он уже знает, что там соседи. Я попросить кого-то найти какого-то босса, который будет тебе поможет в этой жизни, потому что она сложная. А я думаю, атеизм возник. Почему? Потому что человеку появилось, как оказалось, потом необоснованное ощущение того, что он практически владеет своей жизнью. Оказалось, что это не так. Ну, хорошо, будем читать дальше. Ну, я поняла, что ты с Раваншерки не согласен, но на самом деле и то, и другое называется в учении свара. То есть предположение. Некоторые предположения о том, как мир устроен. У каждого на самом деле ничего не доказано, ни то, и ни другое. Просто Рав полагает так, а ты полагаешь наоборот. опыта реально никто не ставил. Окей. Но он говорит больше того. Он говорит, что древние идолопоклонники, да? Да. Дай читать. Дай читать. Читаю дальше. Читаю дальше. Идолопоклонники, значит, жившие ранее или древние, я не знаю, да, были атеистами в своем как бы базисном понимании. Они обращались к богам-идолам, как это, к такому или к другому, каждый раз, когда у них возникало необходимость с ним разговаривать. Вот так в Древней Греции человек, которому необходима была, например, любовь, он обращался к Афродите, потому что она богиня любви, это я сказал. А когда выходил на войну, то он обращался к Арсу. Арс – это Марс, я понимаю, да? Нет, я нашел в Википедии некий Арес был, бог войны, я о нем раньше не знал. Понятно. А вы знаете, кого в Израиле Арс называют? Вы знаете, кого в Израиле называют Арс? Вот ты считаешь… Да, вот эти Арсы, они как раз отсюда, да? Боги войны. У нас Арс – это бандит, хулиган, вот он называется Арсом. Ну, хорошо. к богу войны, к богу богов, а именно Зеусу, который нам известен как Зевс, обращались, когда в случае более важных вопросов, но это он тем не менее, ничего тут не выдуман. Ни на чем особо не смеется. Написывает реальность, так? А Хроносу, да? К Хроносу обращались, который как бы сам главный вопрос. Когда надо было обращаться к кому-то самому верхнему? Аху, Бехклаль, Лонина, Алили, 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 это еще Аюкмод, Касим, Шек, Кибдой, Кронос. Ну, это я не... Этот Кронос не числился среди этих олимпийских богов. К ним обращались по случаю. Вот идешь там... Нет, нет, высший бог, он уже не считается среди них, как бы, среди тех богов, с которыми ты можешь служить, или с которыми ты можешь обращаться с какими-то просьбами. Это что-то такое? Хронос, но это можно понять, так сказать, время, оно... Ты с ним ничего сделать не можешь, оно ничего не подвластно, и ты целиком ему подвластен. Поэтому идея о том, что обращаться к времени, к богу времени, и что-то у него просить, я хочу вернуться на год назад и все исправить, например, или давай скорее, чтобы эти два года прошли, я не могу больше уже терпеть там, не знаю, ситуацию сложить. Это нереально. И мы не обращались, поэтому мне в сон, не как-то сказать, в числе богов других корпусов. Ну, хорошо, здесь Раф как бы объясняет логику, каким образом обращались. Он говорит, что было только несколько церемоний, которым мы оказывали почтение, да, но он нечистился. Ну, хорошо, а что, как бы, после этого пишут? Вот там какое-то еще были, как они называли? Да, в соответствии с еврейской мифологией родители Кронуса были Аранус и Ге, по-моему, был их отцом. Вот этот хаос, который вообще был что-то типа тоу-ва-воу, то есть всемирного хаоса, он вообще считался, не знаю, источником любого человека, но к нему вообще не обращались. Коля Еш, всего сущего. А, да-да-да, правильно, да-да-да, он считался вообще, да, хаос был основой вообще всего, как бы, существующего, да, но к нему вообще никогда не обращались, и это очень странно, в глазах всех, с точки зрения всех, кто привык к мысли о библейской логике, потому что тот, кто вообще говоря самый главный, то обращаться надо к нему, а без него бель адав лихура энмаш маут леколь маше вуфиэла, да, потому что обращаться надо к главному, к боссу, а если, а без него, все остальное не имеет смысла. Я понимаю, что Раф Ширки здесь объясняет, что вот эти вот обращения к богам, они были очень простые и как бы логически функциональные, иду на войну к военным, иду туда-сюда, но при этом не задумывались о том, а кто основа всего сущего, к хаосу никогда не обращались, хотя он центральный. Я думаю, что сейчас Раф Ширки придет к тому, что правильнее обращаться к тому, кто является главным боссом. ну, хочешь сказать, что вообще то, чем они занимались, в общем-то, был род атеизма такой. Потому что у них никакой связи с высшей силой не было. Ну, да, окей. И мы видим, что в глазах человека, в древние времена, вообще говоря, Адараба на оборотке, коль шоу лимбы, чем дальше продвигаемся по иерархической лестнице идолов-богов, все меньше прослеживается стремление идентифицировать, видимо, сейчас, сейчас, как там, исчезает, как бы, стремление идентифицировать там личность какого-то бога с теми возможностями, которые он может делать. Ну, например, с этим самым, с хаосом. Окей? Чем дальше мы можем теоретически подумать, кто там дальше, 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 но обратиться к нему мы уже, то есть мы понимаем, кто это был, но он не тот, к кому можно было бы обратиться. Ну, я сейчас скажу такую вещь, может быть, она не к месту, но тем не менее, вот, например, когда человек к Николаю Угоднику идет, это как бы понятно, он близкий, он свой, он помогает, а вот мне проследить там триединство вообще, или еще что-то еще, ну, это вещи туман, и я туда не пойду, поэтому, я думаю, что Равдис говорит, что, как бы, в примере, который я привел, ставить свечку Николаю Угоднику, это атеизм, это не религия вообще, а религия, это, по-видимому, как бы, дать доходить сознанием, кто является вообще источником творения, а вот атеисты туда, идолопоклонники, это атеисты. Можно, можно уточнить, да, про атеизм, давайте, этот, уточним, что имеется в виду под атеизм, ведь, если я правильно помню, классическая, этот, термин атеизм не означает идолопоклонник. Правильно. Да, это то, что я говорил, а согласен с тобой сто процентов, я тоже не понимаю, почему Раф про это говорит. Ну, я думаю, нужно до конца дочитать, и когда уже, если не будет ответа, то обсудить, да. Я думаю, что, может здесь просто терминология. Нет, нет, я думаю, знаешь, это не терминология, я думаю, что Раф нас сейчас приведет к мысли, на самом деле, что вот такое обращение, ну, как бы примитивное обращение к богам. То есть, это вообще не бог. Да, 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 это вообще не поиски смысла, как бы, и все, понимаешь? В этом смысле. Да, 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 что это просто примитивизм, мне так кажется. Итак, другими словами, как бы получается, что вообще фон вот этого идолопоклонства, это фон, на самом деле, атеистические. А, да, вот это то, что мы сейчас как раз говорили, что это вообще, как будто кто-то, кто вообще не предает трансцендентальности, как нечто релевантное. То есть, ну, да, правильно, вот к этому Николаю Угоднику относятся, как... Ну, Николай Угоднику, я не знаю, я не специалист в христианстве, это же человек, вообще. Ну, хорошо, как идут в финансовый отдел, к началу. это, ну, как бы святой, это же мертвый человек. святой, но в конечном итоге. И он там может замолвить словечко, да? Ну, да, это получается, раньше шли в районный комитет партии. Правильно, вот я про то же самое говорю. Потом в 90-х ходили к бандитам, а... А теперь к Николаю Угоднику. Ну, все правильно. Так вот... Ну, оставим это христианству покоя, потому что там все сложнее, может быть, но если уже речь идет о лопоклонстве, то безусловно аналогия очень близкая. Эти все греческие боги, в принципе, они ведут себя ужасно, развратничают, убивают. По человеку. Совершенно по-человечески. Вот он про это и пишет. И они почти люди там. Просто они люди, которые наделены особыми силами. Ну, так надо... Супер люди такие. Вот он как раз про это и пишет. Он говорит... Да, да, да. Да, он говорит, что есть такие боги. Да, что вообще говоря, боги существуют, да? Ну, а эти боги, они как бы часть нашего человеческого существования. Как есть... Нет, он не говорит, что боги существуют. Он описывает веру греческую. Во что они верили? Существуют эти дизирования, существуют эти дизирования. Он говорит, там Хэллик Минабриял. Новый виток, это эти супергерои. Да, 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 они часть на существование. Ты скажешь, он говорит, что они не трансцендентальные. Марвел делает правильную работу. Да, 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 они как живые. Вот икона там как живые. То есть они, они чуток сильнее меня, поэтому я к ней обращаюсь. Но трансцендентальности там нету. Да, там есть боги, говорят, но это боги часть творения. Да, да, То есть там такая же часть, как и я, но только немножко наделена силами. вот я и говорил про Николая Угодника. Так, ну хорошо, идем дальше. Точно так же, как в творении, то есть в окружающем нашем мире, есть силы, ну как бы, я говорю, природные силы. Ну точно так же, там и есть, как бы, среди этих сил есть и вот эти боги-идолы, которые являются их интегральной частью. Правильно? А не трансцендентально, это я добавляю. С точки зрения долопоклонника, господи, кое слово, в трансцендентальности нет никакого смысла. Почему? Нет никакого смысла. И поэтому, поэтому я его называю атеистом. То есть атеист – это человек, который отрицает трансцендентальность. Окей? Согласны? Да, по Равушенке это именно так. Да, я согласен. Есть тот, кто не согласен. Алло. Видишь, мы тебя уговорили. Да, ну я читал, послушай, я сделал шурейбайт, на самом деле, я это читал в какие-то субботы. А, это была провокация. Да, я знаю, куда он ведет. Окей, ну хорошо, дальше читать? Я готов, пожалуйста, или кто-то хочет... Там третий отрывок? Нет, все согласны, там с атеизмом. Народ, с атеизмом согласны? Ну, мы по дороге обсуждали, так все. Ну, не знаю, народ безмолвствует. Окей, хорошо, пролистай наверх, мы дошли до конца. Тут согласен, не согласен, это второй вопрос, но как минимум мысль понятна. Мысль понятна, да, окей. А теперь вопрос... Где откровение? Ну, давай. Но поскольку нет перевода, это будет немножко спотыкаться. Ну, Спрашивается, был ли перед Синайским откровением, была ли идея, так что творец мира, обратите к человеку. Могла ли такая идея возникнуть в голове людей? При Синайском откровении сказано, я Господь, Бог твой, а в конце, поскольку шесть дней делал Всевышний, Господь, небеса и земли. И новость, я никогда не знаю, как приводить слово «хедуша». Это неожиданное, что-то. Новая идея, скажем так, она состоит в том, что до дарования, до Синайского откровения вообще не знали, что творец существует. И, конечно, не знали, не знали, мы не знали, что он может открыться человеком. Откровение единица, так как было в период наших прадцев не считается знанием для, не было знанием, скажем так, для всех остальных людей. Можно было подумать, что все, что было с прадцами, слова отцов, что Бог открывался, что Бог говорил с ними. Это можно понимать как метафора, например. Когда говорят о Боге, что Он существует, тогда Он как бы становится частью оттворения. В этом смысле, я так понимаю, на данный этап, что то, что мы говорим, что Он существует, это тоже неточное выражение. Если мы скажем, что Он существует, это будет неправильно, потому что все, что мы знаем про существование, мы знаем только из окружающего нас творения. Поэтому этот термин к Богу не применим. Это то, что мне представляется на этом этапе прочтения. в мой момент объясняет, что существование это понятие, которое относится к сотворенным, а не к творцу, как я и предполагала. Поэтому трудно сказать, что мы относим к Богу понятие существования. Скажем, это утрировано, скажем, преувеличиваем идею. Я не знаю, существует ли Он, поскольку существование невозможно применить к источнику существования. Но мы знаем, что Он говорит. Это гораздо более существенно. Это идея такая, что невозможно сказать, что Бог существует. Хотя мы говорим так, но это вопрос о том, есть ли Бог, это нерелевантно. То, что говорит Рав? Нет, есть, существует. Все эти наши... Что Он говорит с нами, и поэтому у нас не возникает вопрос, существует ли Он. Если мы философски будем думать, то на самом деле вовсе не факт, потому что само понятие существовать, не существовать, это Он выше этого. Источник существования бессмысленно нам говорит, что Он существует, потому что Он как бы источник этого, правильно? Да, но Он не так существует, как мы с тобой. Понимаешь? Слово я не могу сказать о нем, но это, в общем-то, очень ромбомистская такая, маймонидовская идея, что к Богу вообще неприменимы никакие определения, поскольку все наши определения взяты из сотворенного мира, все, что мы знаем о сотворенном, это... Поэтому Маймонид объясняет это так, почему Тарак все-таки пользуется определением Бога, чтобы отрицать противоположные идеи. Но это уже как Маймонид говорит. То есть аргумент, что Гагарин летал в космос и там Бога не встретил, значит Бога нет. Это не аргумент для нас, правильно? Совершенно да, потому что мы и так знаем, что его там нет. Хотя на людей это действовало, вполне нормальный аргумент. пошел в пивной ларек, Васю там не встретил, значит Васи нет. На самом деле если мы сейчас углубимся в идею трансцендентности и монетности, то мы сойдем с того пути, который... Мы сойдем с ума. Окей. Нет, 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 просто он заранее сказал, я не хочу вообще разбираться, я не знаю, существует он или нет. Рабан говорит, что это слово неприменимо. Хорошо. Поэтому я не хочу вообще в это вникать, как я понимаю Рабан. Он говорит, я не знаю, существует он или нет. Для меня важно, что он со мной говорит. А как это называется? Существование, несуществование? Это... Можно понять из нашего мира, нельзя понять. Это все не так важно. Но то, что он со мной говорит, это определенное, это очень важно. Подожди, а с кем он говорит? С тобой он разговаривал? А в ширке ему... Да, конечно. А, да? Серьезно? Ну, его слово нам дано, ну как же. Ну, значит, нам дано, но это тоже, знаешь, такая, что вы говорите. вот он тоже с кем он разговаривает. Мы сейчас говорим о даровании цары. Секунду, секунду. Мы сейчас говорим о даровании цары. А личным разговором с Богом я предпочту бы молчать, а то еще скажут... Он же, как бы, рабы дает это как существующий факт, но это тоже немножко странно, понимаешь, говорить факт. Мы можем как бы согласиться... Мы говорим о точке зрения иудаизма с этой точки зрения. Бог на Синай говорил с народом. Во всяком случае, большинство мнений. О, Кишеки еще приводит такой пример на своих уроках из «Маленького принца» Экзупери. Там «Маленький принц попросил нарисовать меня барашка». Я знаю, что «Маленький принц» есть, потому что он попросил меня нарисовать барашка. А тот, кому нужен барашек, тот существует. Точно так же у нас есть Тора, Тора – это желание Творца. Он просит, чтобы мы делали вот это. Все, у нас есть его слово, есть разговор с ним. И дальше уже как бы у нас не возникает вопроса, существует ли, не существует. Мы знаем, что он с нами говорит. То есть, он дал нам свое желание. И вот это как раз и смысл праздника Шивого. Я не хочу выступать Афикорусом, но Беседер, ладно, пойдем. Это хорошая мысль, что ты сегодня не будешь выступать Афикорусом. Да, я не буду выступать Афикорусом. Лешем шиной. Это концентрат… Сейчас, я выключу. Сейчас. Что такое? Это концентрат учения Раби Игуда Алибит, которое он описал в своей книге «Кузари». Астроном, французский астроном Мер Лаплас, который… Лаплас. Да, который развил предположение о том, как устроена солнечная система развивалась… Ахиташемешмарфелит и дума… Она развивалась из древней туманности. Да, из древней туманности. Нет. Он высказался очень похожим образом, но исходя из совершенно другого, других соображений. Да. по слухам, когда Наполеон спросил его, где же в его системе находится Бог, ответ Абласа был таком, что он не нуждается в этой гипотезе. С его точки зрения, существование Всевышнего по идее может заполнять некоторую клетку в логической системе, которую человек строит, ученый, например. вопрос, который задал Наполеон, это я уже от себя говорю. Он понял так, что он в своей теории должен был дать какое-то логическое место для Бога, где он запустил эту систему в пример. В тот момент, когда он этому не нужен, то этот пазл выпадает, и вся часть этого пазла выпадает, ему не нужно. И когда эта логическая необходимость исчезает, тогда он не нуждается в Боге. И Лаплас этим самым выразил очень глубокую мысль. То есть обычно считают, что Лаплас был атеист, и вот так он сказал, «Мне Бог вообще не нужен». Это я тоже от себя говорю. На самом деле Шеркер здесь объясняет, что мысль Атеиста была совершенно другая. И он здесь выразил очень глубокую идею, что природа приучает, наверное, приучает. Она на сути тоже атеизмом. На самом деле, когда ты сможешь на природу, ты можешь создать непротиволечивую логическую схему, как все работает. В этой схеме совершенно Бог не нужен, поэтому с точки зрения природы Бог не нужен, и человек может оставаться атеистом. Но когда человек осознает, что природа это некоторая автоматическая система, работающая по своим законам, он совсем не нуждается трансцендентно говорит о том, что природа это замкнутая система. Составляющая. Составляющая. И с его точки зрения это составляющая не существует. Не существует. Поэтому естественный человек по своей природе атеист. Но на самом деле Ла Плас больше ничего этого не сказал, что Бог есть или Бог нет. Он сказал, в природе для того, чтобы понять природу Бог как бы не нужен. Книги Шмот и стихи первой и второй девятнадцатой главы сказано в третий месяц по выходу ценов Израиля земли египетской в этот день они пришли в пустыню Синай. И вышли из Рафидима и пришли в пустыню Синай и там остановились в пустыне и остановился там Израиль напротив горы. Сыновей Израиля пребывают в пустыне. Вопрос задать? Синай в начале месяца сева Это как раз они не сегодня вчера Вопрос такой но я не знаю мне кажется это есть какая-то параллель да вот Лаплас так грубо да все примитивно излагая вот Лаплас посмотрел по его схеме все отлично работает природа замечательная никакой традициональности не нужно а теперь возвращаемся как мудрецы говорят а с чего начался как бы иудаизм Авраам вышел из шатра посмотрел на небо и говорит вау сколько звезд вообще чудесный мир тут должен быть хозяин ну хорошо Лаплас посмотрел и посидел подумал почесал репу и придумал как это работает другой как бы прекрасно теперь надо объяснить Медраж и как он согласуется с идеей Лаплас это действительно очень интересно окей Топ ну хорошо я тебе хочу сказать в скобках давай длинное объяснение Медража что Медраж говорит что есть два Медража когда Авраам пришел к Всевышнему первый Медраж говорит что в три года а другой Медраж говорит что в сорок по видему вот такой взгляд на звезды и идея о том что всему этому должен быть один хозяин это все таки может быть я предполагаю в соответствии с тем Медражом что он пришел к детству а взрослый человек у него уже более глубокий ну да он искал трансцендентальность а Лаплас нет для него это система которая замечательно работала он как бы понял ему казалось что он понял поедем это тоже это на примитивном уровне но может быть он понял что это все уже во взрослом возрасте нам не рассказывается какая была логика Авраама может это связано с тем что он начинает вопрос почему судья всей земли не будет правильный суд то есть у него совершенно другие уже представления о роли Всевышнего в этом мире не шарманщик который крут из лучи по вселенной чтобы звезды правильно ходили по своим орбитам а тот кто добивается от мира морального поведения это не одно и то же но и так сколково помидрающий окей ну хорошо идем дальше они пришли сюда вчера то есть в новомесячье Сиван если мы опираемся на знания которые нам дают этих стихов можно понять что Израиль пересекли пустыню с целью идти в земли заль достичь земли заль и сыны Израиля знали что Бог их отцов обещал что приведет спасителя который выведет народ из Египта поскольку в будущем они должны захватить земли израиля то есть Синайское окровение совершенно не было в планах они совершенно не правда и дальше он так и говорит остановка у этой горы Синай с их точки зрения была еще одна остановка для отдыха да просто передохнуть воды попить и для сыновей Израиля идея получения цары он совершенно чуждой идеей в голову не приходило не было то есть они конечно говорили что Муше говорил что Бог говорил Моисею что вы будете служить мне это это я от себя но то что весь народ видимо про это не думал на самом деле сказано а кто я опять предусхожу то что вам дальше скажем с другой стороны сказано когда я выведу народ из Египта вы послушаете Богу на этой горе это когда Бог говорит Смуши но в представлении народа даже если они об этом знали я сколько говорю говорится имеется ввиду просто какое-то служение обычное религиозное служение и ничего больше религиозный акт церемония какая-то да правильно принесение жертв в общем там это и было тоже безусловно не только в тот период не было народа который не приносил жертв жертв своим богам и так же и сыновья израиля был обычай в те времена приносить жертву в пасхальную ночь пасхальную ночь перед перед выходом то есть не так надо сказать также в Исраиле они это сделали это было для непривычно как было принято в те времена также они приносили жертву перед выходом пасхальную жертву и таким же образом в обсуждении в торговле который Муше вел с фараоном он сказал ему что сыновья израиля только просят выйти для того чтобы приносить жертву не говорил про откровение говорил на языке понятном тому времени да на самом деле это было прикрытие которое он продавал фараону но для сыновей Израиля он Муше сказал что Всевышний послал ему чтобы привезти землю на ад таким образом религиозный диалог я думаю диалог диалог да он назначался для народов мира да диалог национальный национальный Израиль то есть как бы для для фараон он продал ему историю что они идут приносить жертву а народ Израиля они знали что он их ведет в землю Израиля избавление как оно есть без всяких сложностей так сказать и ограничений которые на нас накладывает Тара и мы видим таким образом что приносение жертв это некая национальная религиозная традиция да который выражает уважение богу народу но дарование Тары как мы увидим даже в дальнейшем это было что-то новенькое не душ а это было что-то новенькое окей да то есть если подвести черту то мы во-первых увидели здесь что идея трансцендентного бога который сотворил мир и который обращается таким или другим способом людям она неестественна для человека и такой идеи не было других народов идол поклон балкон нечискать и второе что еврейский народ он не был готов к этому откровению для него это было неожиданно то что бог будет с ним говорить то что бог даст народу ну хорошо у меня есть всякие мысли народ что-то давай свои мысли ну будем да народ народ ну вот есть одна мысль может быть не совсем близко к тебе я как-то подумал вот говорят посмотри как мудро устроен мир вот там пчелки перелетают с цветка на цветок там и так далее разве может быть чтобы у этого не было создателя вот вроде бы это не убеждает а вот когда а вот когда появляется мысль когда говорят а знаешь а вот вообще-то мир устроен определенным образом оказывается после смерти еще ничего не кончается там еще есть другие какие-то миры измерения там еще где-то мы существуем мы там можем увидеться со своими близкими вот и там справедливость там плохие будут наказаны хорошие будут вознаграждены вот как только это звучит так сразу мысль что да вот этого конечно без творца не может быть вот интересно почему-то или это только у меня нет мне кажется это ну я так понимаю что это идет от того что все мы были в Ганедене там внутри Адама разговаривали с творцом и у нас есть встроенная вот такая какой-то инстинкт я не знаю программа да что есть справедливость есть вот мир там любви счастья благоденствия да и каждый человек подсознательно его ищет да что он был когда-то в прошлом кто-то там его ассоциирует своим детством кто-то ассоциирует его там не знаю с каким-то прошлым строем да государственным кто-то его ассоциирует с будущим что в принципе одно и то же что придет в машинах там или еще придет кто-то там или мы умрем и там встретимся с предками то есть у нас встроена очень глубоко вот эта программа да что вот этот мир в котором все правильно он есть да и он был и он будет и вот эта программа она как раз вот оттуда идет то есть она как раз вот от души идея такая можно конечно ее по-другому как-то объяснить можно объяснить там что я не знаю что в детстве там у человека по-другому устроена психика потом у него значит отмирают какие-то рецепторы он начинает видеть мир более тусклым и поэтому у него в памяти остается что все было хорошо да что вот эта программа она закладывается в течение человеческой жизни а можно объяснить тем что она как раз уже это та программа с которой приходит душа да и она знает что вот все здесь это вот не так да что есть где-то место либо нужно этот мир исправить и сделать таким местом где будет вот то как я помню да как моя душа помнит как было и как должно быть Андрей но если душа помнит то тогда значит они все-таки были готовы к принятию Торы в каком-то смысле в том-то и дело что мы не знаем мы не знаем ну если бы не было дарования Тор мы не знаем как все было бы по-другому да как мы в пасхальной агаде считаем если бы не вышли отцы наши из Египта то мы бы так бы жили в Египте да то есть история бы совершенно по-другому развивалась то есть мы знаем что сейчас там есть спор креационистов и эволюционистов да что есть идея там творения а есть идея что не было творения как у Лапласа да но мы не знаем что появилась ли сама бы идея творения дарования Тора вот этого мира справедливости если бы если бы не дарование Тора да было оно или нет да мы это проверить уже не можем но мы знаем что мы вот сейчас такие да и у нас вот такие-то инстинкты там кто-то верит кто-то не верит и так далее но сама эта мысль она появилась Но программа, о которой ты говоришь, она в каждом из нас как бы заведомо, еще вот только родились, еще даже не в состоянии ничего понять и ничего услышать про Тору, а уже программа есть. Да. Но мы не знаем, как было раньше. Вот сейчас она есть, причем есть у всех. Ну, кто-то ее может запустить, а кто-то почему-то не запустит. Программа такая. Может быть, как раз дарование Торы и было этим запуском? Да, я об этом и говорю. То есть, получается, тогда вы, Андрей, говорите, что Тора запустила эту программу. А если бы ее не было, то все были бы вот этими атеистами и дополгопоклонниками и так далее. Как и было бы. Ну, предположение такое, да, и мы не можем доказать обратное. А вам не кажется, что это и является доказательством? То есть, у нас есть, получается, чисто математически, у нас есть факт, что у какого-то количества людей эта программа запущена. Причем, как я понимаю, она раньше была запущена более сильно, потому что у первых поколений эта программа была очень сильна. Хотя они сходу тут же сделали тельца, понятное дело. Это означает, что вот она в доказательстве, нет? Что запуск произошел, нет? Я бы не считала это доказательством. Мы находимся в некой системе, системе иудаизма. И изначально мы предполагаем, что так оно работает. Может быть, мы не всегда точно понимаем, как именно. Но то, что это то, во что мы верим. Но для кого бы то ни было, так сказать... Григорий спрашивал, что может убедить человека, насколько я правильно поняла. Вот идея о том, что в мире все так хорошо работает, она не очень убеждает людей. Ну, а что хорошо работает? Это еще ни о чем не говорит. Ну, во-первых, он не так хорошо работает. Ну, там природа. В природе очень много удивительных систем, которые работают. Там целый человек, там вообще поразительно устроены всякие ДНК, молекулы. Вообще все, он все как какой-то замечательный механизм, в котором все крутится и все работает. Ну, как бы, это, тем не менее, это доказательство, которое кусает себя за хвост. Ну, у меня такое ощущение. Потому что предполагает, что, да, сложный механизм, кто-то его сделал. Это поскольку мы знакомы со сложными механизмами, да. И поэтому мы думаем, что и мир тоже кто-то сделал. Ну, в общем, как-то, мне тоже кажется, не очень... А что убеждать человеку? Ну, вот это вот, например, когда он ощущает внутри себя, как сказал Андрей. То, что мир должен быть справедливым. То, что он должен прийти к какому-то вот, к чему-то такому замечательному, светлому. То, что не трудно реализуется или не реализуется в нашей обычной жизни. Ну, кого-то это убеждает. Говорят, послушай, почему ты уверен, что мир должен быть справедливый? Это вовсе совершенно не обязательно. Злодей блаженствует, и все хорошо. Никакой справедливости нет, и не будет. И это... Опять же, тот, кто говорит, что справедливости нет, да, он это исходит из того, что она должна быть. Да, он это сравнивает с тем, как должно быть в его голове. То есть в нем тоже есть такая идея. Да, но я вообще слышала от одного человека, по-моему, запил свою жизнь. Он сказал, нет, никакой справедливости нет, и не должно быть. То есть он это и есть такой убежденный, видимо, был. Я даже не помню, кто это, просто меня... Я запомнила факт, что вот он так сказал. Но у многих людей это убеждает. И я лично как раз то, что мне кажется, я не уверена, что именно об этом Раф Шерк и говорил, но это близко к тому, что... Еще к одной идее, которая мне кажется важной, и которая для многих людей убедительна. То, что он говорил, Бог говорит с нами. Что значит говорит? Вот когда трансценденция, творец, он обращается ко мне, и он от меня чего-то хочет, это показывает, что в моей жизни есть смысл. Это вот, ты читал, у Виктора Франкова, человек в поисках смысла. То есть потребность осознавать смысл в своей жизни, это одна из очень больших, серьезных потребностей человека. Когда мы теряем смысл существования, не остается сил жить у человека. Вот Франкл говорил, что в немецких лагерях выжили не сильные, не умные, не хорошие, не плохие, а те, у которых было ради чего выжить. Это он там на своем лагерном опыте заметил. И то, что Бог ко мне обращается, и он мне что-то говорит, и я вижу в этом смысл, это порождает смысл в моей жизни, это для многих очень убедительный факт. И в этом смысле я видела у Йосефа Альба немножко в другом виде этот аргумент, который обычно говорит, посмотри, как мир сложно устроить. Там у него такая история, когда приходит к человеку знакомый и говорит, ой, какая красивая история у тебя здесь, как красиво написано, как интересно, все в ней на листе. Он говорит, никто этого не сочинял, это у меня чернила развились, и она сама так выучилась. И это не похоже на другие аргументы, что вот мир сам образовался. Тут мы видим, что есть какое-то обращение, есть какая-то история, есть какой-то нарратив, в котором есть смысл. Это вот убеждать человека, что это не случайно. Как бы, ну, это что убеждает нас. Но, с другой стороны, не всех, есть люди, которых ничего не убеждают, которые как бы не нуждаются. Вот это вот ощущение необходимости, оно у них не пробуждено. Они живут в том же мире, в котором жили атеисты или там идолпоплодники. Я думаю, просто это люди, которые потеряли ощущение Бога, которое они получили от рождения, и не могут его найти. И это невозможно. К ним пробиться невозможно. Это я не знаю. Может быть. Люди этого не чувствуют. Это невозможно никого не видеть. Должно быть на уровне чувств, я понимаю. Это как раз тот же самый вопрос, что вначале люди были атеистами, и потом пришли к монотеизму. Или наоборот. Согласно науке, вот так. Это мы считали во второй части. А согласно Тури, вначале, наоборот, был Адам, который говорил напрямую. Потом он потерял, а потом вспомнил. Но на самом деле мы, опять же, не можем ни того, ни другого проверить. И поэтому нам остается только свои ощущения какие-то. ориентироваться. Окей. Еще мысли-предложения. Наоборот, что-то я никого не слышу, не вижу. Ну, всем, кто хотел, высказался, возможно. Сейчас, мне кажется, у меня, как бы, такое ощущение, я понимаю, как бы, логику Рава. Он все время берет некоторую модель, он, как бы, продолжает, вот, как бы, развивать некоторую ветку. Мне, наверное, кажется, я у него это читал в другом каком-то месте. Реально любой человек, он рождается с какой-то интегральной частью, которую принято называть душа. Как человек ее чувствует по жизни, это по-разному. Но то, что большинство нормальных людей, у них есть это ощущение. Я хочу сказать, что вот это, то, что Рав говорит, трансцендентальное ощущение, оно имманентное существование человека. Неважно, он выходит, смотрит на звезды, у него рождается ребенок, он любит, у него там первая, вторая, десятая любовь. Есть что-то такое, что необъяснимо. Поэтому мне кажется, что, как бы, вот эта вот идея о том, что атеизм в этом отношении, я бы не сказал, что это так. Я самый, ну, как бы, не то, что примитивный, но простой природный человек в деревне живет и все, все равно у каждого человека есть трансцендентальная вещь. И я бы позволялся сказать такую, ну, так же, как бы, я не знаю, общую вещь, как бы, округляющую. Разница у евреев заключается в том, что евреям я дал некоторый пакет хавила, да, в который сказано, твоя трансцендентальность, она будет завернута в некоторый пакет, который мы называем заповедем. Мы тебе облегчаем жизнь. Ты вот съел там котлету, хлеб туда-сюда, прочти «Беркат Амазон». Вот будешь на «Беркат Амазон» на твоих кусок трансцендентальности. И так точно так же каждый раз. Я не думаю, что каждый раз, когда человек накладывает филин, у него голова забита какой-то трансцендентальностью. Пускай и всего нет. Ну, вот это такое, как бы, обувание трансцендентальности в каждодневную жизнь. Наверное, такой, как бы, подход иудаизма. Ну, как бы, если в качестве центральной, как бы, критической точки отправляют к синайскому откровению, честно говоря, для меня это не аргумент. Мне очень трудно прийти как аргумент. Не знаю. Нет, вопрос в том, что, ну да, есть у всех людей вот это, что-то такое там есть, да, вот как говорят у нас в народе, да. Но вопрос в том, что, куда они в итоге воплощают вот это ощущение, да. В итоге мы видим, что, ну, никто, кроме еврейского народа, не сформулировал никакой вот этой трансцендентальной идеологии. Да, у них это в итоге так или иначе скатывается, вот какой-то либо закон кармы, либо Николай Угодник. Хотя отдельные, как бы, личности могут что-то прозревать, да, но они систему вот этой связи с трансцендентом, они не могут создать. Наверное, да. Наверное, да. Хотя, опять же, смотри, я совершенно не специалист, и читал минимальные, больше по юности, чем сейчас, да. Ну, когда ты прочитаешь, там, я не знаю, вот, философов религиозных, там, я не знаю, Соловьева, например, да. Но тоже, как бы, ощущение, что люди очень высоко все понимают, и все, как бы, совсем-совсем не так просто, не на уровне Николая Угодника, понимаешь? Да, они от евреев получили это. Да, ну, вот это вот идея заповедей. Мне кажется, евреи обуты в заповеди, и им проще по жизни жить, понимаешь? А вот что делать человеку, как бы, не еврею, без вот этой, без обутости, вот в эту хавилу, в эту мизгера, в эту рамку? Вот это вот не очень понятно, как это делать, понимаешь? Ну, тут и оно, да, что у неевреев могут быть такие отдельные мыслители, как там тот же Бердяев, да, они будут уважаться, да, но они все равно, как бы, все массы, они в конечном итоге скатятся к Николаю Угоднику, да, будут отдельно, опять же, возникать, которые будут черпать связь с трансцендентностью там из Бердяева, да, но система не работает, все опять же ломается. Ну, можно подумать, что евреи к этому не скатываются. Ну, да, тут тоже, знаешь, что, как бы, работает и что не работает, это тоже вообще, как бы, это большая проблема. Тут разница в общности и в личности, да, у евреев это работает, как целый народ, да, целый народ вот эту систему сохранил, да, и человек может присоединиться и получить, да, весь народ, он, как бы, не скатывается, скатываются отдельные личности. Ну, видишь, интересно тоже такой момент, ведь Равшир Китуро сейчас про это пишет, вот когда евреи двигались из Египта в землю обетованную, у них, как бы, их двигало чувство национальное, то есть обретение земли, правильно? А посередине произошло совмещение национального с трансцендентальным духовным, понимаешь? А теперь, а что народы мира? Они же не двигаются национально, они живут на своих местах, как бы, человек, который живет в России, это его земля обетованная, понимаешь? Вот это вот совмещение у евреев национального с трансцендентальным, оно произошло как бы воедино. А как это у остальных, как это решается? Я не очень этого понимаю. У остальных через евреев, да, то есть они шли в землю обетованную, строить в своих государствах. Тут и Всевышний, там, а вот и по пути соль передайте, да, то есть Тору народам мира. Ну, как-то так. Как-то так. Совершенно. Окей. Ну, мне кажется, то, что мы сегодня посмотрели, как Рафшерки раскладывает, как бы, атеизм, долопоклонство, ну да, наверное, это правильно. Окей. В всяком случае, побуждает к нас каким-то интересным разговором. Окей? Я хотел, еще буквально две минуты, меня поразили вот эти вот. Рафшерки тоже, кстати, этим пользуются. И такие доказательства, типа того, что вот на уровне анекдоты человеку говорят, а вот какое доказательство, что Авраам Авина, да, у него кипа была на голове. Ну, какое доказательство? Это на что вы можете себе предположить, что такой, как бы, почетный еврей ходил без головного убора, да? А Рафшерки тоже, я не знаю, помню здесь в продолжении, будет такую вещь. Вот приходит Йоселе, который там, он говорит, в Миашарим живет. Он приходит к своему отцу и говорит, пап, ты знаешь, вот меня тут ребята избили по дороге, да? И даже говорит, а Мойшар, и вот он такой. И он говорит, на уровне достоверного рассказа. А отец непонятно, он говорит, ну, может быть так, может быть так. Мы знаем, что Мойшарим хулиган, а с другой стороны, может быть, Йоселе, он забрался на дерево, свалился, порвал одежду и делает прикрытие. А вот какой, как, а какой рассказ достоверный? А вот приходит Йоселе и говорит, на чисто японском языке и говорит, тун-тун-тун-тун-тун-тун. А папа ему говорит, ты чего, а что ты говоришь? Он говорит, а я тебе по-японски сказал. Откуда ты знаешь? Он говорит, я встретил японца, он был такой же желтолицей, и он с косыми глазами, вот мне сказал по-японски эту фразу. И отец говорит, не, ну это сто процентов правда, почему? Такое он придумать не мог. Это на уровне доказательства, цинайского откровения. Ну, такое придумать невозможно. Окей, ну хорошо, это в плане аргументации. Окей. Ну хорошо, господа и дамы, мы на этом заканчиваем. Эй! Так, ты на нас кричишь, нет? Нет, кошка. Окей. Ну хорошо. Как же вот сам эх. Я надеюсь, что все у места дырятся дико болезненно то, что происходит в Израиле. То, что мы с газой сражаемся, это не новое, мы их победим. Но вот то, что происходит в Израиле внутри, у меня лично, я думаю, большинство людей, живущих в Израиле, вызывает тяжелейшее чувство. 30 лет жизни в Израиле такого чувства не было. Это что-то, кризис, видимо, нарыв, который был очень давно, и мы не очень понимали, какую глубокую силу в себе есть. Да, мы видим. Да, будем надеемся, что... И что мы об сурот-то вот. Да, будем надеемся, что справимся. Бо сурот-то вот. Мы верим в вас. Вы для нас пример. Да, мы постараемся оправдать. Ну, мы... Знаете, что... Интересно, я сейчас упомяну некоторые дискуссии, которые у Рава Шерки была с другими раввинами, которые говорили, чему ты полез сейчас учить другие народы? У нас внутри народа Израиля еще заметно много очень разных проблем. А Рав Шерки ему отвечает, что если мы будем ждать, пока у нас не останется проблем, уже это будет поздно. Поэтому нужно заниматься этим сейчас, несмотря на то, что у нас еще не все идеально. Вот. У нас еще не все идеально, но тем не менее, мы должны заниматься тем, что у нас возложено. Окей, ребята, сразу... Ну, я на полном серьезе говорю, что мне кажется, что Израиль может стать действительно прекрасным примером для остальных, как решать вот такие проблемы. Если... Если он справится. Справится, справится. Но не в один раз, но в два, когда-нибудь справится. Мы международным... Я считаю, что мы, в общем, очень стараемся. Хотя не всегда получается. Всего хорошего. На фронте. Все. Хак, самая. Счастливо. Пока. За нами следует Мейер Левинов с рассказами про устную письменную Тору. Пока. Через сколько? Да не через сколько, прямо сейчас. Через минуту. Через минуту. Все. Всем счастливо, ребят. Пока. До свидания. Будем общаться дальше в телеграммах. Пока. Продолжение следует...